Владимир Ружицкий провел очередную встречу с жителями Люберец. В ходе нее обсудили вопросы капитального ремонта многоквартирных домов, подъездов, а также комплексного благоустройства дворов. Также люберчане смогли задать главе округа наболевшие вопросы. Основные темы, которым была посвящена эта встреча Владимира Ружицкого с жителями. Подготовка к зиме, благоустройство и капитальный ремонт. Здесь вопросов оказалось много, но все решались в рабочем порядке с заместителями главы. Среди более острых проблем строительство новых социальных учреждений. К примеру, хореографической школы на Октябрьском проспекте. Уже несколько лет там лежит только фундамент. Жители боятся, что и его отберут под что-то другое. Эта территория первая, она принадлежит хореографической школе. Мы специально сразу свидетельство оформили на школу, поэтому отобрать никто не отберет. А на прошлой неделе прошел градостроительный совет, заверила Ирина Назарева. С участием инвесторов. И теперь строительство школы стоит в плане реализации их контракта. Также люберетские жители уже давно обеспокоены таинственными выбросами в атмосферу. В некоторых районах округа периодически появляется неприятный запах. А откуда – неизвестно. Поэтому и устранить его причину не могут. Дышать иногда воздухом невозможно ни в квартире, ни на улице. Согласен. Вопрос есть. Ответит на него здесь дерзкий Василий Владимирович. Создана рабочая группа. Проблемы есть в Люберцах, Балашихе, Вреутове. Значит, с сегодняшнего дня проводятся проверки. Завтра в Люберецких очистных сооружениях. Послезавтра Московский нефтепереразрабатывающий завод. В среду мусоросжигательный завод. И в четверг Торбеева и свалка Кучина. Поиски источников неприятного запаха и загрязнения окружающей среды теперь ведутся под контролем заместителя губернатора Московской области, сообщил Василий Езерский. Среди других наболевших вопросов у Люберчан транспортный. Сразу несколько жителей рассказали о том, как сложно им добираться от дома до метро или до центра города. Еще сложнее пенсионерам, оказывается, некоторые социальные маршруты заканчивают работать очень рано. Для пенсионеров, ветеранов, у нас ходит единица и 453-е, вот как уже тут говорилось. Я их называю «спокойной ночи, старики», потому что они ходят до 8 часов, а после 8 часов, что пенсионеры, уже не нужно им ездить никуда. Во время встречи было принято решение создать рабочую группу, в которую войдут жители Люберец. Так вместе с сотрудниками администрации они смогут создать удобную для них дорожную карту внутренних маршрутов и согласовать с Министерством транспорта Московской области движение остальных автобусов. Проблема есть. Транспорта севера, юга, север, метро Выхина, метро, будем говорить, Кузьминки. Проблема есть. Поэтому, Эдуард Семенович, вот мы эти темы фиксируем, и понятно, что эти темы мы в одиночку не решим. Можем решить только с Министерством транспорта Московской области. Внутренние маршруты можем сами решить. Завершилась встреча Владимира Ружицкого с жителями спустя полтора часа. Всего за это время вместе с сотрудниками администрации он ответил на 53 вопроса. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев и Дмитрий Родянко. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапочева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.